Всем привет! Вы на канале Семья Багдасарян. Сегодня у нас конец января 2022 год. Утро такое солнечное, хорошее утро, но новость не очень у нас хорошая. Что поделать? В общем, хотели вам сказать, что несколько дней назад я была в больнице и сейчас нет моей беременности. Как-то так. У меня до этого была лапароскопия, потом у меня был низкий гемоглобин и я потом еще и чуть-чуть отравилась. В общем, все вот это вот в кучу. Ничего хорошего и не получилось. Ну, смотрите, у тебя сколько была беременность, срок? Где-то 11 недель, почти 3 месяца. Да, 3 месяца. Но историю можно чуть-чуть назад перемотать. В принципе, так сказать, не все так плохо, как кажется. По какой причине? Вот, кто не знает, у нас двое детей. 14 лет и 10. Пацан и девчонка. Все как бы отлично. Но потом долгое время детей как бы не планировали и это не хорошо. Так что я вам... У меня был эндометриоз. Вот, нет, порядок действий такой, что я лично советую женщинам стараться как-то периодически беременеть. Потому что это будет для вашего здоровья хорошо. Из-за того, что женщины не беременеют, получается, ну, своеобразно в организме застой. И это приводит к эндометриозе, кисты, сбое организма. Вот, и много лет, сколько лет Оля пыталась лечиться непонятно от чего. 5 лет точно. Да. В итоге, когда у нас более-менее появилась возможность заработка денег, вот они тут деньги-то и все и решают. В общем, мы переехали в частный дом жить. Потом поехали, нашли... Наконец-то появились в Уфе даже их не было, этих больниц. Появились частные вот эти клиники, где уровень совсем другой. И там буквально в прошлом году, да? У тебя лапароскопия когда была? В прошлом году. В прошлом году, да. Поехали, проверились. И там так получилось, что Оля попала на проверку главврачу. И она сразу же выявила, говорит, вам нужна лапароскопия. Там все объяснилось, что и как, что вы, говорит, вообще столько лет лечили, непонятно что. В общем, ребята, вот все эти вот непонятные проверки и такие вот, давайте будем лечиться лапушками, всякими травами. Каждый придумает свою какую-то болезнь. Это все такая фигня. Конкретно нужно в нормальную больницу прийти, вот, выявить что и лечить точно эту болезнь. В итоге Оля сделали в прошлом году операцию, да, вот? Да, сделали лапароскопию. И потом сказали, можно пробовать беременеть. У меня беременность после лапароскопии была летом. Продержалась месяц. И потом так же не получилось. И вот следующую беременность я забеременела в середине ноября. И получается, вот почти три месяца продержалась. Ну, без этой недели. Но организм еще слабый, и я не смогла вынесать. Но, когда Оля сделала лапароскопию, вот там врач сказал, предлагал, говорит, давайте сделаем эко. Да, или как он называется? Да, нам. Искусственно, вот это оплодотворение. Вот, но я против этой всей темы. Потому что или нормально, или нет. Или да, или нет, да. В принципе, есть сын, дочка. Да, мы в любом случае хотим, чтобы еще дети были. Плюс еще поверх этого это решает здоровье Оли. Потому что если ребенок, то восстановление организма происходит. Это гормональная система начинает хорошо работать. Ну, все функции включаются женского организма. Вот. Ну, короче, все вместе. Просто женщина должна, так сказать... Женский организм вообще ничего нет. Да, женский организм зависит от деторождения. Рожаешь ребенка, вся система функционирует правильно. Так что мы приняли решение, что, блин, надо было еще раньше организовать и третьего, и четвертого ребенка. Но вот с этим делом маленечко затянули. И там нам предлагали вот это искусственное. Мы отказались, конечно. А там все как объяснили, что после лапароскопии вот это, это все сложно. Возможно, ничего не выйдет. Вот. Но вышло? Нет. В принципе. В других случаях сказали, что у некоторых там сложно. В моем случае у меня там все очень хорошо как бы было по... Ну, нет. Но это еще и зависит вот как врач операцию делает. Как операция прошла. У меня прям ювелирная работа была, как мне сказали. Два с лишним там часа операции там. Она очень там все старалась сохранить, всякие вот, ну, ничего лишнего там не трогать. И, в общем, у меня все замечательно. И, в принципе, как бы вот, ну, беременность как бы и получилась. Вот. Дети у нас знали, что была беременность и как они отреагировали, когда я сказала, что не получилось. В общем, ну, хорошо, спокойно. Дети у нас адекватно воспринимают различные новости. Сын сказал, что мы уперты, и все получится. Ничего страшного. Меня пожалел, говорит, не переживай. Ну, такой там молодец. Дочка тоже удивила. Говорит, ну, а что... Я говорю, ну, ты только не переживай ей так, говорю. Она говорит, а что переживать? Это вот переживать, когда ребенок родился и вдруг вот, ну, не получилось, умер, да. Когда уже там, говорит, ну, ходила беременна, уже живой ребенок. А тут, говорит, еще же там совсем ничего. То есть дети более адекватные, чем я. Я больше всех похожа. Переживала. Я за детей переживала, как они отреагируют. Вот. А оказалось то, что самый переживунчик это я оказалась, в общем. Ну, когда вот у Оли началась вот беременность, и мы пошли вот в больницу, Оля встала там на учет, и там вот этот гинеколог очень сильно удивилась, что после как бы вот лапароскопии самостоятельно и с Олиным пипец низким гемоглобином, там даже шутили, типа, как ты вообще ходишь. С стенком ходишь. Да, что-то у Оли с гемоглобином непонятно что. Вроде питается нормально все, отлично, но... До беременности я его подняла, в принципе, до 100. Ну, как бы я думала, что вот и дальше буду поднимать, но как выяснилось, вот как я забеременела, там через месяц я сдала анализы, и у меня резко снизился до 80. И потом я месяц, ну, как бы еще прошел, в принципе, там чуть-чуть поднялся он, но ненамного. И я чувствовала, что мне с таким низким гемоглобином очень сложно было ходить, у меня головокружение было, были, ну вот даже одышка была очень сильная, очень тяжело было даже вот маленький срок беременности ходить невозможно было. Я сидела больше, лежала и думала, ну, когда же этот гемоглобин поднимется, я уже начну более как-то вот активно жить. Ну, в общем, то, что вообще что-то получилось, это уже там их удивило, они там вообще собрали консилиум, да, что ничего себе и все такое. Вот, но за этот период Оля успела заболеть, да, там успела заболеть эти все непонятные вот сейчас современные болезни, которые вы знаете, летают в нашем обществе. Ну и последнее, у нее было еще отравление, вот, да, вот, не знаю, вот сейчас какая-то штука происходит, то ли это новый вид как раз-таки вот этого вируса, да. В общем, Оля и Милана, мы заказали суши, Оля и Милана на следующий день очень сильно отравились, дня три, наверное, очень сильная температура там до 39, тошнило, рвало. Ну, в общем, такая непонятная какая-то ситуация, что похоже на отравление и еще и похоже на как будто это какая-то болезнь, но при этом таких нету, ну, что там, сопли, кашель, горло, першит или еще что-то, вообще ничего. Пожорение было, потому что это при отравлении высокая температура тоже бывает. Вот как я отравилась сразу, я написала, мне врач позвонила сразу, я все объяснила ситуацию и я была под наблюдением. То есть я пила полисорб сразу, там, фосфолюгей там, когда животный болел, вот это вот все. Ну, и, в общем, у меня там список лечения был, пила также кемоглобин, ну, все как нужно было делала и все равно вот не получилось. Ну, в общем, да, врач сказал, что приезжайте срочно, там нужно будет проверить. Поехали там в больницу, проверили, сделали УЗИ и сказали, что, да, сердцебеяния нету, перепроверили это все дело и сказали, нужно быстро делать, как эта штука называется? Вакуумная, вакуумная, короче, чистка. И в этот же день, Оля, в общем, там же осталась, сдала все анализы, ночью там переночевала, а утром ей сделали в эту вакуумную чистку. Это было вчера. Да, вчера же? Позавчера, а, вчера делали тебе. Да, да, ты тут одну, а, вторую ночь, ну, короче, неважно, позавчера, да, делали. Утром делали, Оле там, получается, что, процесс на 20 минут в вену вводят усыпляющие, да? Да, в вену вводят усыпляющие, там, на 20 минут, но я через час проснулась, проснулась, в принципе, мне прокапали меня, еще от отравления прокапали, тоже антибиотики, ну, и все. Да, в общем, вечером, как мы приехали провериться, Оля переночевала, утром сделали вот эту, эту процедуру, потом Оля там полежала до вечера, всякие капельницы, пришла в себя, все нормально, и я забрал, поехал, Олю забрал. Прежде чем, вот, мне сказали сразу ехать проверять сердцебиение, это у меня мазать стало, ну, так мне тоже хотелось сказать, ну, тогда мы уже, естественно, собрались и поехали. Ну, там еще они сказали, что чуть-чуть плод не успевает. В развитии чуть-чуть не успевал, мне кажется, все-таки это из-за гемоглобина тоже, ну, то есть, слабое развитие было, и плюс еще отравление, к тому же, это вот в кучу все. Короче, да, все в кучу, так что... Во время беременности нельзя болеть, нельзя, чтобы была высокая температура, нельзя кушать, ну, вот такие вот продукты. Да, короче, не заказывайте никакие там ресторанную еду, суши, вот это все. И еще, когда врач пришла ко мне и, ну, спрашивает, чем отравилась, я сказала сушами, она говорит, классика жанра, то есть, она так спокойно говорит, ну, говорит, что, вот мы, говорит, всем говорим, не ешьте суши. А я суши, рыбу сырую убрала, ну, я думала, что я очень умная, рыбу убрала и просто поела рис, там, сыр, вот, ну, все-таки от рыбы, видать, что-то, вот, сейчас какое-то вот это заболевание идет, как палочковое вот это. Да. Ну, в общем, лучше не заказывать, когда вы беременны, всякие непонятные ресторанную еду, даже, ну, при том, что мы заказывали в хорошем месте, мы уже три года там заказываем. Естественно, я туда съездил и попытался выяснить, что да и как, там, понятно, извинения, возродения, вся эта фигня, они также прозвонили в этот день, кому делали также суши, позвонили всем этим людям, уточнили, никто не отравился, ну, вот тут, короче, не поймешь, в чем дело, лучше просто не заказывать нигде. Вот, вы беременны, лучше готовьте дома из того, что вы знаете. Да, одна еще так отравировала, это было бы одно, а тут и Милана, и у Эткина живот немножко тоже поболевали. Да, у нас еще Олин брат был, тоже живот заболел, в общем, это в любом случае было такое отравление, но еще такая штука, я поехал за Олей в больницу, получается, едем обратно, нам там сказали таблетки купить, остановились в городе в аптеке городской, ну, такая ходовая какая-то аптека. Зашел там очередь, и не поверите, вся очередь стоит за таблетками от того, что людей тошнит. И я там говорю, ну, у меня тоже вот мы сейчас таблетки, вот такая-такая ситуация, и в очереди все прям по очереди, блин, у нас тоже так же, те же симптомы. И вот этот аптекарша женщина говорит, уже целую неделю, у меня уже, говорит, закончились в аптеке все препараты, которые вот с этой, с тошнотой, все как будто одновременно весь город отравился. И у всех вот эти же симптомы, людей рвет, высокая температура, но нету симптомов, как будто это какая-то болезнь. В общем, все травятся, я не знаю, что это такое происходит. С воздухом все травятся. Да, просто вот какое-то отравление. И мы тут что-то посидели, подумали, может быть, это новый вид как раз-таки вируса. Вот как раз-таки мне кажется, что да, потому что я вспомнила, когда я еще до 24 января была тоже на осмотре, ну, там я врачей проходила, и одна из врачей мне сказала, что аккуратнее, сейчас идет вирус, там будет проявляться тошнота, температура. Как будто они это знают, да, заранее. Ну, там, в некоторых случаях каши, типа, ну, там горло и все такое, но я думала, наверное, стандартное что-то там, вот. А это вот как раз-таки, она похожа вот про этот новый вирус, и есть вот, вот, это говорила. И она прям дату сказала, говорит, с 24 января. Ну, это просто удивительно, что вот прям с такого-то числа вирус прям такой раз и начал распространяться, да. Ну, как-то странно все. Да, они по ходу дела это все дело уже заранее знали. Так что, возможно, это вот как раз-таки новый формат. Плюс еще к этому едем, и по радио там говорят, что сейчас инкубационный период длится не две недели, а неделю. И это, понимаете, поменяли вот формат отношения к, типа, вот этой болезни всемирной. И то, что неделю, это реально так вот у нас дочка получается, где-то дня три температура поднималась до 39,5 даже. Ну, у нее сильно живот не крутил, кстати. У нее, да, живот не болит. У нее горло не болит, соплей нету, кашля нету, ничего вообще, поноса нету, ничего нету, только температура 39, 38, 37. Все. И потом в туалет ходила, тоже ничего такого нету. И вот сейчас мы потихонечку ее вывели из этого состояния. Она вот кушала, сделали там куриный бульон и все такое. И давали от желудка вот этот полисорб, такое, про простые вещи. Все равно на третий день у нее желудок немножко реагировал на какие-то продукты, как будто что-то там все равно от желудки было. Да, и сейчас вот, как она вышла вчера из этого состояния, температура уже держалась 36, 35 с чем-то. Вот почему-то один день держалась очень низкая температура. И вот только вот сегодня она уже выровнялась. Но сейчас, вчера у сына 37,5 с ничего. Вдруг, да. При этом он вообще как бы, ну как бы, ничего, нету никакого отравления. Обычно еда очень хорошо кушает. И вчера этот сын говорит, у меня ночью что-то температура была. И говорит, у меня футболки все промокли. Я, говорит, меняю, говорит, ночью типа вот футболки. И у меня так же было. То есть у меня температура сначала не была, я ночью просыпаюсь, я вся мокрая. То есть я три футболки поменяла за ночь. У меня температура самостоятельно повышалась, опускалась. Я даже вот не успевала таблетку выпить от температуры, потому что я не понимала. То у меня нет температуры, то у меня она высокая. 38,5. Да, а вот сейчас у сына горло проверили. Обычно нету никаких кашлей, нету соплей. Вот нету того всегда, ну как бы 14 лет ребенка растем. И мы прям четко знаем, как наши дети болеют. Это начинается там от какого-то плохо себя чувствуют, потом начинает першение в горле, потом кашель, потом проверяешь горло, а там все в белых штучках, там что-то на ангину похоже. И потом это переходит в кашли, в сопли, в температуру. Потом один день они там температуру мы сбрасываем. И потом начинается идти к улучшению. И в принципе вот все одинаково 14 лет. А тут что-то сейчас вот у сына раз и температура. И еще я очень удивилась, то что вообще по всем нам, мы когда болеем даже, у нас нету прям такого, что вот прям лежать без сил, ну такого как-то. Я даже когда болею могу кушать пойти приготовить, что-то там поделать. Ну там отдыхать, конечно. Сын так вообще 38 температур и может спокойно там уроки делать. Да, вот у него 38 поднялась, он ходит, пошел на улицу погулял. Как будто такое ощущение, что и не болеет. Но при этом температура вообще. Нет, а в этот раз он даже на улицу не пошел. Девочка там звонила. Ну это вот вчера вечером уже, да? Вчера, да, у него 37, что-то и 4 было. Он, я слышу по телефону, говорит, я, говорит, так просто как будто вымотаный. У меня, говорит, вообще ни капельки сил нету, я не могу идти гулять. Ну вот так вот. Вот, да, я сейчас утром пошел проверил. Ну, как будто он не болеет, но температура. А до этого с 38 температурой он может рыться и во двор, ну типа что-то поделать, там погулять, когда воздух там будет. И, ну, спокойно это все. В общем, если у вас такая же штука будет, будьте к этому как бы внимательны. Очень похожа ситуация на отравление. И, ну, как будто взяли, перемешали обычную вот эту вирусную болезнь и отравление. Только убрали кашель, сопли и все такое. И оставили только одну температуру, которая появляется непонятно. Ну, как бы температура в основном появляется, чтобы бороться с какими-то внутренними вирусами, да? Но вот этих вирусов не видно в виде, там, горла пишить, кашлять, сопли, ничего такого. Непонятно, с чем температура борется. Вот, и у него отравлений не было, ничего такого. Просто организм, значит, борется с чем-то, что мы вот так вот как бы явно не видим. Единственное, я заметила, мы много стали чихать. Вот, что-то чихает. Вот Эдвин тоже, я чихала. Вот, прям вот хочется чихать постоянно. Ну, по ходу дела, вот прям реально что-то распыляет, что ли. Какая-то штука происходит. И в городе у всех одинаково. Я говорю, в аптеке стою, все одинаковые эти говорят. И аптекарша говорит, вот, постоянно люди приходят за одним и тем же. Женщина передо мной стояла и набирает витамин С, витамин В. И вот с нее началось, и потом она такая, блин, а что делать, вот дочку рвет уже третий день. Просто, говорит, ее тошнит третий день. И она набирает вот этот, как типа полисорб, витамина А, В, С. Ну, что может, то и придумывает. Вот, то, что ходили в больницу, сказали, якобы это тоже отравление. Ну, говорит, она ничего, от чего нет. И как только она это сказала, я говорю, у меня дочка с женой отравились. И тут раз, вся очередь сзади одной, ну, нас отравились. Ну, может быть, очень большая была, прям, это круто. Да. Все за отравлением, как бы, пришли за лекарствами по отравлению. И вот эта аптекарша тоже самое повторила. Это как так вообще может быть такое, прям... Массовое отравление было. Да, все резко отравляются, что ли. Ну, в общем, такая штука. Вот сейчас непонятно, что именно повлияло на Оли, на вот этот процесс. Но сейчас мы решили, что Оля будет восстанавливать гемоглобин. Там питание и все такое. Нужно довести организм до хорошего состояния. Потому что сейчас состояние такое, это все плывет. Это нельзя в таком состоянии что-то пробовать. Нужно как-то закрепиться. И все-таки мне врач сказал, лучше беременеть не зимой, а вот желательно летом. Когда и кушать там. Солнце. У нас еще такая штука. Мы в Башкирии. Тут, блин, солнечных дней. Зимой как будто мы в зимовке, как медведи. Постоянно темно. Организм сразу медленно работает. Холод. Вот этот вот. Он типа как в спячку уходит. И это для начала беременности в Башкирии не очень хорошо. Вот этот зимний период. Ну, это если новый здоровый организм, то да. Ну, если молодой, то 20 лет. Потому что мы жили в более, не знаю, сложных жизненных обстоятельствах. Оля с сильными там, как бы не сильными, а эти сложными родами, да? Ну, да. Первый ребенок у нас это 5 килограмм, да или сколько? 4,860 сантиметров. Да. Это очень сложно мне донестировать. При этом мы, ну, еще там молодые, что-то там вот в такой квартире жили, вот в такой. Вот с такими условиями бомжарскими. Ну, как могли так и... Почему бы еще... Ну, вот в такой квартире. В общем, в однокомнатной. Да. Нет, я к тому, что сейчас условия великолепные. Все ништяк, блин. Питание, все такое, да. Но, получается, тогда даже с теми не очень хорошими условиями, если молодой организм, вот, можно было штамповать детей без проблем. Но когда женщина останавливается, забрасывает это, это приводит ко всяким сбоям. И потом уже, вот... Есть еще такое, что, вот, допустим, кто много детей рожает, у них тоже бывают вот такие замеши, беременность. Ну, я вот изучаю этот вопрос, анализирую. То есть, бывает такое, что организм знает, что, например, не нужно там дальше ребенка растить. Что-то пошло не так, и, ну, как бы, вот, и что не делается, все к лучшему. Значит, так, ну, не надо дальше растить. Если организм решил, значит, так и надо. Потому что хуже нет, когда вы уже на большом сроке, например, там выявляют всякие пороки сердца у детей, и тут уже ничего не сделаете. Рождается ребенок, и потом его нужно и лечить, и смотреть каждый раз. Ну, лучше пусть вот так, чем вот потом по-другому. Ну, как есть, так есть, если судьба так распорядилась, да, я лично к этому так отношусь, что, что есть, то есть. Ну, естественно, вначале, там, наверное, из-за гормонов, как бы, все, ну, переживают, девушки, да, вот когда такое случается. Ну, конечно. Я, там, один день, там, погрустила, так сказать, и уже второй день чуть-чуть легче, и вот на третий день уже голова уже на свежую голову, уже все нормально, у меня с переживаниями. Естественно, что, это же твой организм, ты растишь, там, вот это столько переживаний. Но я просто Оле объясняю, что суть такая, что мы выживаем, и, ну, что есть, надо работать с тем, что есть. Вот, про это сильно не задумываться, а наоборот думать, так, что надо еще сделать, чтобы улучшить организм, улучшить жизнь, и потом еще пробовать, пробовать и пробовать. Это во всем так, и в жизни, в бизнесе, вот, заработок, во всех категориях. Всегда сталкиваешься с какими-то проблемами, может, что-то не получится, потом еще пробуешь, и все. Но в любом случае для организма это хорошо, потому что у Оли до этого вот этот гормональный какие-то сбои непонятные. И сейчас вот эта система гормонов восстановилась. Так что в этом году мы хотим поехать отдыхать. Да, поедем, наверное, вот этот... Голову вверх держать, у меня уже голова кружится, если честно. Мне уже плохо. Короче, поедем в Армению. В Армении 300 дней в году солнечные дни. Вот. И вообще надо будет там поехать, там пожить тоже. В Башкирии зимой вообще просто ни о чем. Это точно. И самое интересное, что я уже успела заказать кое-какую одежду на вырост. Вот у меня с Азона вчера доставка пришла. Будете смотреть? Ну, давай, покажи. Сделаем такую еще распаковочку. Посмотрим, можно ли мне это носить. Я брала немножко на вырост, потому что маломерит, там пишут на Азоне, маломерит, и я сразу, ну, там, во два размера больше. Думаю, если что, на выросту. Ну, сейчас посмотрим. В общем, заказала такую вот кофе-какулку. Размер здесь очень большой. 52-й. Ну, да, 52-й. Очень большой. Это ты что, уже живот будет, да? Ничего себе ты, величина. Нет, я думала, что он будет как 50-й, потому что маломерит. Ну, просто можешь одевать вон, ночью спать, так чисто, как пижама. Как пижама. Ну, это посмотрим. Может быть, верну. Да пусть остается до следующего раза. Кстати, по поводу стоимости, вот, мы ходим в больницу мать и дитя, поликлиника или клиника частная, да, вот. И Оля успела там встать на учет, там встаете на учет, введение беременности стоит 89 тысяч, мы туда закинули 50, ну, там можно поэтапно закинуть. И с этих денег списываются все анализы, это столько времени Оля сдавала, все анализы, кровь, там всякие... Да, и там осталась какая-то небольшая еще сумма. А вот эта вот система вакуумная чистка стоит 53 тысячи. И оттуда еще заминусовали остаток денег. Ну, короче, 53 тысячи, вот эта система. 10 тысяч сейчас, Оль, 10 тысяч из них грубо стоит, это один день там находиться. Ну, как бы не дешевая тема, там, один день ночевки стоит в районе 10 тысяч, в зависимости, какие там у вас комнаты, больше, меньше. Вот, потом остальное, всякие анализы, опять эти сканирования, или как называется. Этот легкий, да, тоже. Да, флюорография, всякие штуки, подготовки. СРТС не входит в эту стоимость, это отдельно, там что-то в районе 2 500 и полторы тысячи, что-то такое вот. Да. То есть 53 тысячи в эти не входит, не входит. И еще не входят те анализы, которые я уже до этого, когда ходила, гребене раздавала. То есть, если бы у меня их не было, мне бы еще нужно было их сдать. Там вышло бы на тысяч, наверное, 70. Вот такая вот штука, это вот платно, может быть бесплатно где-то есть, конечно, не знаю. Но мы в обычной больнице уже не хотим ходить, с такой ситуацией мы уже, нафиг, короче, надо. Да, тем более мы планируем, что в дальнейшем еще пробовать детей. И чтобы там все нормально сделали. Потому что, да, здесь врачи делают все, так сказать, четко. Если вот лапароскопию сделали таким образом, что можно было забеременеть, значит, все остальное нормально делают. Да. Смотрим дальше. Это я заказала платье. Это платье, как толстовка, не знаю, как это назвать. Да, прикольно. Ну, вот это вот, кстати, можно мне будет поднять. Ну-ка, одень. Сейчас я так покажу, а потом одену. Ладно, да. Вот такое платье. Здесь еще и кармашек прикольный. Ну, ты, говорю, можешь оставить до следующей беременности. Оно же тебе как раз и будет. Пусть лежит. Так, там можно. Будет цель. Вот эта вот ночнушка улетала как горячие пирожки. В общем, она там в районе 450 рублей, что ли, была. Я там хотела один цвет. Тут же нажимаю, уже закончились цвета. Я просто быстрее другой цвет выбираю. В общем, разлетелись эти ночнушки очень быстро. Там вот такая вот ночнушка. Ну, кстати, прикольно. Тоже могу вносить. И здесь еще фишка такая. То есть для кормления здесь есть вот такие вот штучки. Вот. Кто планирует или кто уже родил. Вот такая очень удобная, мне кажется, да? Угу. И красивая. Дальше. Также я взяла такой, типа, лифчик для беременных, для кормящих тоже. И беременные, и кормящие могут носить. Но, в принципе, я тоже могу сейчас носить его. Потому что вот я летом не люблю вот эти поролоновые лифчики, где там жарко от этого. Здесь просто такая тряпочка, этот хлопок. Здесь сеточка, и так удобно. Ну, здесь вот отстегивается, если кто кормит. Вот так раз, и можно кормить. В общем. Ну, это я тоже оставлю. Это очень удобная штука. Взяла такой симпатичный палатик. Тоже очень быстро размерный ряд там заканчивался. Вот такой вот, мне очень понравилось, что здесь одуванчики. Вот. Не знаю, как он мне подойдет или нет. Мне кажется, нормально будет, да? Угу. Материал такой приятный, легкий. У нас дома жарко, у меня много теплых халатов. А здесь прямо то, что нужно. И цвет такой интересный, да? Угу. Да, вот что. Это последнее. А, тут такая интересная вещь. В общем, летнее платье, длинное. Я думала, если живот будет, все платья начинают подниматься. И, ну, как-то короткие, не очень красиво смотрятся. Вот такое вот решила показать. Мне оно показалось очень модным, потому что здесь вот такие рукава с сеточкой. Есть капюшон. Небольшой тоже вот такой, ну, чисто как. Угу, прикольную. Этот. Как бекор, что ли. Не бекор, не знаю, как надо сказать. Вот такие вот кармашки с сеточкой тоже. Ну, то есть такое вот, балахон. Ну, ты сейчас это можешь носить. Большое. Что, мерить? Ну, летом-то можно, что? Ну, одень сверху так чисто одну вот эту. Сейчас, давай я вот здесь вот одену и здесь покажу. Давай. Я пока покажу вам нашу зиму красивую. Зима красивая, все супер. Вот, но в Башкирии очень мало солнечного света. Это, конечно, и так долго это все. Маленько это все обламывает. Классно, но не хватает вот солнца. И слишком долго это все. Как такое ощущение, что всем нужно просто в спячку впасть. Дождаться весны и проснуться. А ты ходишь, блин, в полусонном состоянии. Не успел проснуться, вот уже все в тумане, ну, в облаках. Буквально пройдет сейчас пару часов, и у нас уже будет темно. И солнечное вот это время, это очень мало. А если вы еще случайно в обед проснулись, проснетесь, пару часов походили, и все. Ну, прикольно. Не такое уж и большое. Да, ты сейчас это можешь носить. Вот, носи, тренируйся, чуть попозже будет новый ребенок, так что. Мне кажется, за эти карманы немножко так не очень делают, да? Нет, наоборот, прикольно. Стильно. Сеточка эта. Ну, я довольна. Осталось дождаться весны. А, ну ты сейчас, в смысле, дома-то удобно носить, да? Да, очень удобно. Вот уже надоели эти легенцы, честно говоря. Вот прикольно этот. Ну, круто смотрится. Сверху сейчас халат померяем. Я вообще планирую в Армении, в Ереване взять, там, не знаю, квартиру купить. Поехать там, не знаю, зимой там жить. А летом сюда приезжать. И вообще хочется немножечко, чтобы дети, как сказать, учили армянскую культуру. Ну, как бы, вот в это все окунулись, ходили в театры. Ну, в Ереване очень-очень классно, не знаю, там тепло, столько всего там происходит. Всякие разные красивые места, мероприятия. Ну, короче, самое главное, что тепло и вкусно, хорошая еда и вода. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, это халат как халат, что? Тут я не знаю, что сказать. Так что в этом году посмотрим, может поедем в Армению. Отдохнем, посмотрим, что почем там, всякие эти квартиры, дома. Вот люди там уезжают зимой на Бали жить, в теплые места, правильно делают. Вот. Зима это, конечно, классно, но такая затяжная зима для особенно женщин и детей это не очень. Для мужиков нормально, я могу вот в этой зиме находиться, в принципе, вот мне не проблема. Вот. Но для женщин и детей это не очень. О, красота. Ты сейчас это можешь носить, что? Мне даже, ну, как-то вот прям вот то, что нужно. Вообще четко. Красотища. Да. Только вот, 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 везде такие большие. Мне вот очень нравятся вот эти полоски, когда Оля. Такие вот шмотки покупают, я вот всегда ее уговариваю. Ну, в таком спортивном стиле и вот сбоку вот эти вот, вот с той стороны полосочки. Очень круто. Ну, крутяк. Ну, плечо, конечно, мышка не мое, потому что не люблю вот эти покатые плечи. Ну, в принципе. Да, нормально все. Да. Отлично выглядит, да. Поедет, а не пойдет. Хорошко. Покажу, да? Это уже ладно. Покажу. Ну, мне кажется, тут и так понятно. Да, конечно, понятно. Вот эту вот еще померю. Вот сверху одень и все. Давай одень сверху, что ты. Так вообще ничего не понятно, как вы сейчас посверху оденете? Да, и пофигу просто. У людей есть фантазия, они это, доработают. Вот так и одевают. Да, короче, нормально и футболку можно таскать. Да, очень большая, мне кажется. Нет, так вообще не понятно. Да, ну и все. Я один раз тебя послушаю и думаю, надо сделать по-другому. Вот правильно. Не надо тебя слушать. Ладно. Все, наверное, на этом. Ну да, все, ладно, я без тебя померюсь. Да. Смотрите, Оля просила постоянное зеркало. Чтобы я сделал женщины без зеркала, это никак. Поэтому мы купили в Икеа зеркало, специальное там крепление прикольное. Вот тут. Два сверху, два снизу. И я это все делаю, просто прикрепил к двери. Она говорит, куда поставим зеркало, как сделать, как что. Или вот сюда, к двери. У нас эти двери вот таким образом открываются. А здесь у Оли висят все ее шмотки, чтобы она могла переодевать. Она раз переодела, дверь вот так вот сделала. Вот. В рост. И все, может посмотреть. Вот, нормальная футболка. Тебе в тренажерный зал. Что-то как-то странно. Такая футболка, как будто эти же есть, качки одевают. Ну, потому что широко. Ну, я говорю, как бы качки в тренажерку штангу поднимать. Да. Мне вот не нравится, что сейчас... Фильм «Няньки же есть», они в таких футболках ходили. Ну, мне не нравится. Да я пофиг вообще, футболка, футболка. Вот и все. Ну, это не так важно. Так что у Оли зеркало сейчас есть здесь. Если что, вот берите на заметочку. Или в зеркало недорого стоит, да, вроде? Ну, да. И крепится легко, там, прикрутил два болтика, все, и зеркало готово. И дверь, вроде, не повреждается. Ну, все, на этом видео мы заканчиваем. Потому что я сейчас хочу кушать, у меня кружится голова. Так что будем снимать следующие ролики из Армении. Ладно, мы сейчас, короче, планируем, когда мы поедем отдыхать, куда мы поедем отдыхать. Вот пишите. И, ну, вообще, пока нужно ли ехать, потому что я пока еще слабая. Да не сейчас, что я видишь, не беру сейчас, имею в виду весной, там, летом. Ну, у меня еще вопрос такой стоит, вот, я хочу теплицу сделать, там помидоры и все такое. И вот если мы поедем, кто это все смотреть будет? Ну, не знаю. Я говорю, может быть, весной съездить, а что будет уже летом здесь быть? Я прилечу обратно, полью и улечу. Нормально? Да. Если так вот, тогда да. Так вот будем делать. Еще, мне часто пишут по поводу нашей школы. Наверное, надо уже снять видео. Да, мы отдельно еще видео снимем, как у нас дети учатся, вот, еще с такими всеми ситуациями, с всякими этими болезнями. Хорошо, что у нас все еще дома происходит. Мы, у нас все проходит, так сказать, еще налегке. Да, у нас вот у Миланы подружка, она прям вот месяц болела, вот сначала одну, потом там что-то еще. И очень часто все, кто в школу ходит, постоянно болеют дети. Дети ходят вообще никакущие. Просто убитые все какие-то дети стали. Да, они спрашиваются с синяками такими под глазами, как будто это уже человек там лет там за 30, он этот организм так убивает. Ну, мне кажется, наш формат обучения намного лучше, чем вот ходить в школу. Да и дети дома, семья вместе, спокойно. Да, конечно, там первый, второй класс, это, ну, как бы, налегке ходят в школу, вообще прям на лайте, все хорошо, там дети там развиваются, так это все, я тоже такая же. Это давай в другом ролике будешь рассказывать. Мы, короче, сделаем видео, как у нас дети учатся, да, и за несколько лет опыт в этом плане обучения и все такое. Мы где только не учились, разные, разные школы, заочные, семейные обучения. Это в другом ролике, Оля. Я немножечко говорю, о чем будет ролик. Анонс. Да. Все, а мы пойдем сейчас кушать, потому что дети уже проснулись, время у нас пол первого, вот так вот. У нас готово, и за это мы решили тут быстренько заснять. Да. Просто получилось бы так, что мы снимали ролики, что Оля беременна, и вот-вот должен быть уже круглый живот. И если бы мы про это не сняли, что вот такая ситуация, получилось бы, люди не понимают, что происходит. Да. Типа, как так, а где, что. Вот так, что вот такое вот, ребята, видео. Живот вы увидите попозже, может быть, ближе к зиме. Да, поедем в Армению покушаем, водички попьем, организуем все, что требуется, и приедем уже с животом, вот. Будет, наверное, как-то так. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok